Этот новый день с вами встречает программа Утренний Фрэш. Я Влада Васильева, рада приветствовать всех. Сегодня вторник, 29 сентября. И в этом выпуске я расскажу о некоторых культурных событиях областного центра и познакомлю с другой полезной информацией. Не переключайтесь. Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит 20 градусов выше нуля. Ветер восточного направления скоростью до 6 метров в секунду. До 6 октября гомельчане могут познакомиться с выставкой работ фотографа Еленки Донбровой. История экспозиции под названием «Игра света и тени» началась еще в 2009 году. Затем казалось, что кроме пары снимков больше ничего не получится. Еще 4 года идея не реализовывалась. Многие фотографии ушли в корзину. Но со временем у автора сформировался подход. Были поставлены конкретные рамки. А это отсутствие монтажа и серьезной обработки. Хотелось не нарисовать и не придумать, а именно увидеть и запечатлить. Что из этого получилось, узнают гости Музея истории печати и фотографии Гомельщины. В Дворце Румянцевых и Паскевичей продолжает работу художественная выставка под названием «Древнейший из искусств». Она посвящена графике. В экспозиции более 80 работ из фондов музея, выполненных в разных техниках. Они охватывают период с 17 по 20 века. Гости Дворца увидят графические произведения минувшего столетия, росписи, гравюры, а также рисунки, сделанные на пергаменте и бумаге. Все работы демонстрируют неограниченные возможности графики. Как правило, изображения охранят первое прикосновение к бумаге, первый полет мысли. И в этом особая прелесть графики, которой многие ценители отдают предпочтение перед живописью и другими видами искусств. Познакомиться с этой коллекцией графики можно до 8 ноября. Театр Клоунады и Пантомимы без слов Гомельского центра инклюзивной культуры готовит премьеру. Зрителям представит комедийный спектакль «Дурдом в коммуналке». В постановке участвует большая часть труппы Театра Клоунады и Пантомимы. Ее героини – женщины, проживающие на одной территории. Зрители окунутся в мир женского юмора, который понятен каждому. Причем интересно будет и женщинам, и мужчинам. Авторы обещают, что никто не успеет заскучать. Зрителей будут ждать 10 октября в Центре инклюзивной культуры. Начало спектакля в 17.00. Возрастное ограничение 18+. К другим интересным новостям. Многие персонажи популярных мультфильмов известны во всем мире. И воспользоваться этим решил один школьный учитель. Можно сказать, он стал другом мультяшек. Однажды мужчина решил реализовать давнюю задумку. И в этом ему помогали его художественные навыки и владение фоторедактором. Учитель дополнил свои снимки героями из популярных мультфильмов. И это сделал кадры очень оригинальными. Первыми его работой ценили ученики. А после он стал делиться ими с пользователями сети. Вдохновением для создания таких фото стал фильм «Кто подставил кролика Роджера». Вспомните, в нем удачно сочетается анимация и реальность. И когда автор научился пользоваться фоторедактором, он начал создавать фотографии, пользуясь именно этим приемом. Малек акулы-зебры появился на свет в Приморском океанариуме. Это первый в России случай размножения акул этого вида в неволе. Акуленок родился весом 100 граммов, а длина его от носа до кончика хвоста 27 сантиметров. Яйцо, из которого появился на свет этот малыш, было отложено в первой половине марта. Инкубация длилась чуть более полугода, после чего малек покинул капсулу. Внешне детеныши акул-зебры очень отличаются от взрослых особей. У них ярко выраженный полосатый черно-белый окрас, а взрослые – светло-коричневый с темными пятнами. Полосатая расцветка у малыша будет сохраняться примерно до размера в 1 метр. А дальше полосы постепенно превратятся в пятна. Смотрите в эфире телеканала «Беларусь-4 Гомель» передачу о вопросах здоровья, тела человека. Статистика говорит, что большинство взрослых беларусов обращаются к врачебной помощи только по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно посчитать. Все это влияет не только на продолжительность жизни в стране, но и на ее качество. И первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». Включайте наш телеканал сегодня в 19 часов 30 минут. По вечерам в нашем эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях и жизни Гомеля и Гомельской области. Разговор с интересными гостями в студии. Не упустите хорошую возможность провести вечер всей семьей у телеэкрана. Включайте телеканал «Беларусь-4» со вторника по пятницу в 20 часов 25 минут. Далее рубрика «Есть вопрос». В сегодняшнем выпуске адвокат Екатерина Плотникова расскажет об актуальных изменениях в брачно-семейном законодательстве. С 1 июля 2020 года наше законодательство претерпело ряд существенных изменений, которые в том числе затронули брачно-семейную сферу. Если говорить об общих тенденциях изменения законодательства, то я бы сказала о том, что речь идет о предоставлении гражданам больше возможностей и каких-то правовых инструментов для мирного урегулирования споров, которые возникают в данной отрасли. Так, например, на сегодняшний день при обращении заявления в органы ЗАГСа, суд с заявлением о расторжении брака, сотрудники органов ЗАГСа, либо суд, разъяснит сторонам право на добровольное урегулирование всех споров в данной сфере, а также разъяснит право на встречу, информационную встречу с медиатором, который поможет урегулировать все правовые вопросы, которые могут возникнуть между сторонами. Отдельно закреплено положение, оно более четко прописано, о том, что все споры, касаемые раздела совместно нажитого имущества, должны быть рассмотрены в пределах срока исковой давности, который определяется в течение трех лет, с момента, когда лицо узнало, либо должно было узнать о нарушении своего права. При этом время расторжения брака к учету не принимается. Теперь о соглашении, о разделе совместно нажитого имущества, соглашении о диетях, соглашении об оплате алиментов, может быть заключено на любой стадии бракоразводного процесса, даже если стороны продолжают находиться в браке. Такие соглашения подлежат нотариальному удостоверению, могут быть изменены в процессе исполнения данного соглашения, и в случае, если какая-либо из сторон не исполняет, либо ненадлежащим образом исполняет те условия, которые прописали стороны в данных соглашениях, может быть выдан исполнительный лист, и стороны могут обратиться за принудительным исполнением данных соглашений. Отдельный блок изменений касается порядка определения размера алиментов, и здесь законодатель предусмотрел немного иные размеры и порядок определения размера алиментов в случае, если должником по взысканию алиментов выступает лицо, которое не имеет работы. На сегодняшний момент привязкой идет у нас не к среднезаработной плате по стране, а в данной ситуации привязка будет к бюджету прожиточного минимума. Она устанавливается для неработающих граждан в размере 50% бюджета прожиточного минимума на одного ребенка, 100% на двоих детей и 150% для взыскания алиментов на троих и более детей. Отдельно предусмотрена возможность взыскания алиментов на будущее. Данное положение может быть также определено в соглашении об оплате алиментов, либо в соглашении о детях. Это был Утренний Фрэш. Как всегда, хочу пожелать вам только солнечного настроения, какой бы ни была погода за окном. Оставайтесь на телеканале Беларусь4, Гомель. Редактор субтитров А.Семкин